Сергей Николаевич, расскажите, почему вы решили проводить онлайн-практики и для чего они нужны? Я написал более 40 книг. У меня прошло около 1000 семинаров. И есть достаточно большая аудитория. Мои книжки изданы тиражом несколько десятков миллионов экземпляров. Моя цель была выявить причины болезни и несчастья, поскольку современная медицина на это ответить не может. У меня были проблемы с детьми своими. Я обходил всех врачей лучших, и никто мне толком не мог сказать причины их проблем. Тогда решил сам этим заняться. На это у меня ушло несколько лет, а потом еще около 20 лет на то, чтобы понять, что такое болезнь, как ее преодолеть. Так вот выяснилось, что и болезнь, и несчастье, и землетрясение, и катаклизмы, и различные эпидемии имеют не столько внешние причины, сколько внутренние. Об этом говорит Библия. Оказывается, внутреннее состояние человека определяет его здоровье, его судьбу и даже ситуацию в окружающем мире. Почему я решил более широко распространять информацию о своих исследованиях и проводить практики? Потому что, по моим данным, я об этом говорил 25 лет назад, с 2020 года начнется серьезное изменение, и те, кто к ним не готовы, будут умирать. Если бы это было как-то локально и небольшими масштабами, я бы, может быть, не стал так серьезно к этому относиться. Но грядущая чистка может быть настолько серьезной, что цивилизация может не выжить вообще. Поэтому я понял, что нужно максимально широко изложить мои исследования и дать людям возможность привести в порядок себя, свою душу. И этим, может быть, сыграть роль спасение нашей цивилизации. Все дело в том, что состояние нашей души и определяет и наше здоровье, и нашу судьбу. Наука говорит о том, что болезни рождаются от внешних причин. Религия говорит о том, что болезнь рождаются изнутри. Правые те и другие. Мои исследования показывают, что, в первую очередь, внутреннее состояние человека, подсознательное и его душевное состояние определяют исход событий. С нами происходит то, каким мы внутри. Библия говорит о том, что болезни – это результат греха. Но каким образом грех превращается в болезнь, никто не сказал. Мои исследования позволяют описывать этот механизм. Всё дело в том, что наше здоровье, наша судьба и наша душа связаны с тонкими энергиями. И когда человек начинает грешить, а грех – это есть мысли, чувства, поведение, уменьшающие любовь в душе, тогда, чем масштабнее и шире грех, тем больше повышается привязанность человека к различным аспектам человеческого бытия. Привязанность рождает агрессивность. Чем сильнее человек привязывается к чему-то, тем больше он боится это потерять, у него появляется страх, он переживает, он ненавидит того, кто может это отнять, он сожалеет, если потеряет. И чем больше у человека накапливается вот этой агрессии подсознательной, чем больше привязанность, тем быстрее приходит болезнь или несчастье. Я заметил, что человек может тяжело физически болеть, но при этом у него будет более-менее благополучная судьба. Он может выздороветь и развалиться судьба. То есть, оказывается, наше тело, душа и дух связаны едино на тонком плане. И та общая энергия, которая расходуется человеком в течение жизни, она обеспечит и здоровье, и судьбу, и будущее, и состояние его характера и души. Так вот оказалось, будущее у каждого человека и всей цивилизации рождается душой. Когда у души проблемы, то будущее сужается, уменьшается и исчезает. И сознательное будущее имеет определенные признаки. Так вот сейчас я вижу, как будущее уходит от нашей цивилизации. И я понимаю, что если мы не приведем душу в порядок, то наша привязанность и агрессивность сведут всю цивилизацию в могилу. Отбываются библейские предсказания. Так вот мои исследования позволяют привести человека в порядок и физически, и духовно, и душевно. Самое главное — понять, что в основе всего лежит любовь, что от любви нельзя отказываться ни под каким предлогом, что кроме любви нужно самоограничение своих желаний и инстинктов, умение любить, прощать, жертвовать и видеть во всем божественную волю. Мои практики позволяют не за один раз, конечно, но реально привести человека в состояние душевной гармонии, в котором выравнивается и судьба, и здоровье, и характер. Я думаю, что те, кто это почувствует и пойдут в этом направлении, увидят реальные результаты своей работы. Моя задача — дать информацию людям для того, чтобы они сами смогли привести в порядок себя, и не только себя, но и своих близких и своих детей. Потому что состояние человека тесно связано с состоянием его детей, с их здоровьем и с судьбой. Мои исследования показали, что через внутреннюю гармонию можно спасти и выровнять из здоровья и судьбу потомков. Это отдельный разговор. А сейчас речь идет о том, что без обретения гармоничного состояния вряд ли в ближайшие годы кто-то сможет выжить. Поэтому моя цель и моя задача — обеспечить максимальный доступ моей информации всех людей на Земле. 2 3 4 6